Мысли формируют наш мир. Кто-то очень умный посчитал, что в нашей голове в среднем за день великают около 60 тысяч мыслей. Но печаль в том, что 95% сегодняшних мыслей у среднестатистического человека не будет отличаться от вчерашних. Это обозначает, что мы находимся в плену своих умственных привычек. Вот почему я настаиваю, что изменения в жизни начинаются с изменения мышления. Мы, например, совершенно разучились смотреть на мир глазами ребенка, который живет внутри нас. А это та часть личности, которая способна радовать. Собственно находить и замечать красивое, яркое, новое, в общем, счастливое для нас. Для маленьких детей, которым еще не вручили гаджет в руки, вспомните все в радость. Светочек в радость, букашки в радость. Мы взрослые утратили напрочь эту способность. Я не говорю про букашек конкретно, в целом. Мы даже величайшую радость прием пищи не проживаем, а это целая медитация. Поэтому я всегда говорю своим ученицам, планируйте радость. Начать можно с фразы, что меня сегодня порадует, чего бы мне хотелось. Может быть, все, что угодно, чашка кофе выпитая осознанно, с кайфом. Или на эти время просто глубоко подышать. В смысле, мило? Боже, какой кайф, я живу.